МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что может быть мистического на острове, где регулярно проходят современные статусные международные мероприятия? Но древнему проклятию не прикажешь. Так считается, что остров хранит в себе немало потусторонних тайн. Несколько веков назад он был базой китайских пиратов, хунхузы так их называли. Хранили в центре острова запасы золота. Но после они вынуждены были с острова бежать. Говорят, что клад золотом они закопали, а место прокляли. Так как хунхузы на острове больше не появлялись, то и проклятий снять некому. Считается, что закопанный клад стал эпицентром паранормального. А вот где он неизвестно, даже самым матерым искателям мистического. Видимо, хунхузы как следует постарались. Но желающие попытать счастье найти его есть до сих пор. Владивостокская миллионка Чайна Таун в центре города. Уникальное явление со своей историей и легендами. Каких-то сто лет назад здесь были китайские дома, магазинчики, конюшни и кафе. Сейчас они медленно уходят в прошлое, а точнее – под землю. Это видно по изначально двухметровым аркам на стенах зданий улицы Семеновской. Пройдя во внутренние дворы исторического квартала, можно увидеть запутанные лабиринты старых домов, лестниц, тупиков и проходов. Появившийся на берегу бухты Золотой Рог первый русский пост сразу стал местом притяжения для китайского населения. Всего через 10 лет после основания поста Владивосток в районе будущей площади борцов революции расположился китайский Манзовский рынок, который 8 апреля 1889 года фактически сгорел дотла. Через 10 дней городская дума приняла решение убрать все лавки с будущей площади. Однако полностью стихийная торговля в центре города не исчезла, а переместилась на место будущего стадиона «Динамо». Первые самодельные китайские дома-фанзы появились во Владивостоке уже в 1860 году. Они строились из переплетенных прутьев, которые обмазывались глиной, внутри был очаг, а крыша – из сена. Такие дома легко воспламенялись и часто горели на протяжении всего существования «Миллионки». В 1870-х годах во Владивостоке образовался собственный Чайнатаун. По одной из версий «Миллионка» получила свое название от миллиона китайцев, проживавших здесь. Хотя жили тут и корейцы, и японцы, и греки. Есть даже легенда, что на «Миллионке» скрывался знаменитый британский агент Сидней Рейли, собиравший сведения о Транссибе. К концу 1910-х годов большинство владивостокских китайцев проживало в кварталах, ограниченных с запада Семеновским покосом и берегом Амурского залива, с юга улицей Светланской, с востока Алиутской, а с севера – линии, проходившей от городской скотобойни, которая располагалась в районе современного спорткомплекса «Олимпийский», вдоль улицы последней, ныне Уткинской. Эта часть Владивостока была известна как «Большая и Малая Миллионка». Выглядела «Миллионка» колоритно и жутковато. Разномастные здания из красного кирпича стояли практически вплотную. Огромные подвалы и подземные ходы позволяли войти в одном месте и выйти совершенно в другом. А в случае опасности вообще не показываться долгое время. До сих пор ходят легенды о том, что и под землей здесь есть целый город с тайными ходами. Здесь было все, что нужно для жизни. Харчевни, лавочки, бани, прачечные, парикмахерские, уличные портные, спекулянты и целители. На улице особенная атмосфера, ароматы китайской кухни, выкрики торговцев и зазывал, бормотания предсказателей судьбы, звуки барабанов и дудочек, взрывы петард, хохот людей, обступивших фокусников. Легендарной стала история золотого клада китайских разбойников, якобы спрятанного в трущобах миллионки. Считается, что золото, добытое хунхузами в потаенных уголках края, свозилось во Владивосток. Отступая под натиском русских войск во время Манзовской войны, бандиты часть увезли с собой в Китай, а оставшиеся запрятали до лучших времен в недрах Чайнатауна. Хунхузская карта с указанием тайника переходила из рук в руки, а потом и вовсе потерялась. Судя по всему, клад, если он вообще и был, остался где-то в недрах миллионки. Кстати, некоторые ищут его до сих пор. По еще одной легенде, именно в подвалах или стенах домов миллионки запрятано золото Колчака. Как известно, золотой запас Российской империи совершил путешествие по Транссибу до Владивостока, постепенно убывая по дороге. Потом часть его попала в Японию, а какое-то количество, как считается, осталось здесь. Ходят слухи и о призраках миллионки. По ночам здесь гуляет когда-то ограбленный моряк, тоскует тень замурованной в стену красотки японки, проигранной в карты. Обитает здесь и загадочная белая дама. Миллионка без потерь пережила революционные волнения, смену власти вплоть до установления советской и была окончательно ликвидирована к декабрю 1936 года. Здания были изъяты, отремонтированы и переданы в аренду или проданы советским организациям. Архитектурные сооружения, пережившие несколько исторических эпох, зачастую обрастают не только мхом, но и легендами, причем с мистическим уклоном. Гум пережил богатую историю. В разное время там, как и сейчас, торговали, заседали чиновники и его даже пытались нести. Уникальное здание, в котором располагается торговый центр, было построено в 1893 году в стиле немецкого модерна. Торговым домом Гум стал в 1934. Как правило, архитектурные сооружения, пережившие не один десяток лет, обрастают не только богатой историей, но и легендами. История о призраке владельца Гума – одна из них. По легенде, между прилавками торгового дома еще с 90-х бродит призрак. Он одет в старинный фрак и котелок. Особенно впечатлительные охранники боялись стука его трости и отказывались дежурить ночью или даже увольнялись. По слухам, первовладелец Гума, немец Густав Кунст, жил напротив своего владения и занимался оккультными науками. Во Владивостоке на сопке Попова раньше находилась воинская часть. Теперь там располагается, как говорят местные жители, форт номер 3. Это система оставленных подземелий, советских укреплений и ходов. Таких подземелий во Владивостоке множество, и их особенно ценят разного рода любители заброшек и искатели сталкерского духа. Любители мистических тайн утверждают, что конкретно третий форт – обитель призраков. Так многие люди независимо друг от друга твердили, что в недрах лабиринта можно наткнуться на черную фигуру в плаще с капюшоном. Пугались они знатно, но фотографий понятно нет. Кто бродит по заброшенной части – дух голодного прапорщика или черный срочник – сказать сложно. Но легенда существует, и вам может повезти повстречать призрака. На территории Дальнегорского городского округа располагаются 24 археологических памятника. Одним из самых интересных считают пещеру Чёртово ворота, которая расположилась на правом берегу реки Кривой – приток реки Рудный. Пещера Чёртово ворота является памятником археологии всемирного значения. Чёртово ворота встречают своих посетителей огромным входом размером с пятиэтажный дом. Внутри несколько проходов по 25 метров каждый, а также местные жители – светлячки и летучие мыши. Однако так пусто там было не всегда. При проведении археологических исследований в пещере обнаружены черепа людей, обитавших в ней около 9 тысяч лет назад, и предметы быта того времени. В пещере были найдены пять человеческих скелетов со следами насильственной смерти. Археологи также нашли каменные орудия труда, изделия из керамики и кости животных. Однако профессионалы и чёрные копатели отыскали не всё. В 2005 году участники экспедиции обнаружили там нефритовый диск размером около 8 сантиметров. Сегодня на ценные находки надеяться не приходится. В Чёртовых воротах вряд ли осталось ещё что-то ценное. Откуда происходит название Чёртового ворота, история уже умалчивает. Известно ли шакарством происхождения пещеры? Рядом с пещерой есть гора Сахарная голова, а также довольно известная высота 611. С ней связана необычная история. Там 29 января 1986 года около 20 часов жители приморского города Дальнегорска заметили пролетавший красно-оранжевый шар размером с половину Луны. Звуков при полёте никто не слышал, а сам шар летел параллельно поверхности Земли. Перед высотой 611 другое название гора «Известковая» шар плавно пошёл вниз под углом около 60 градусов и упал на вершину. Звук опадения также никто из очевидцев не слышал, за исключением школьника, находившегося у основания сопки. Зато вспыхнувший после этого огонь, напоминавший электросварку или замыкание на лэп, видели все. Что могло дать такое сильное свечение, если на вершине уже много лет стоял лишь одинокий трухлявый пень? На третьи сутки с момента падения на высоту поднялась группа во главе с дальнегорским уфологом. Учитывая крутизну горы и полнометровый слой снега, подниматься было чрезвычайно трудно. Но площадку нашли быстро, снег на ней отсутствовал полностью, а вокруг, говорят, были найдены странные обломки. С 1988 по 1994 годы на высоту 611 поднимались уфологи из Японии, США, Китая, Канады, Бельгии и Швеции. Найденные остатки оценивали зарубежными специалистами на вес золота. Приезжие охотники за НЛО нисколько не сомневались в инопланетном происхождении дальнегорского объекта. В России же о высоте 611 сегодня, наверное, уже позабыли. Хотя и по сей день эта сопка является едва ли не единственным местом на территории России, где, предполагаемо, были обнаружены остатки НЛО. Ливодийскую гору, которая входит в состав Ливодийского хребта Сикатая Леня, больше знают по старому названию Пидан. К этой горе применим эпитет Самая. Это самая популярная, самая посещаемая и самая таинственная гора Юга Приморья. Популярность Пидана связана с его доступностью. Всего 2,5 часа на электричке от Владивостока, немногим больше 3 часов пешком по таежной тропе вдоль горного ключа с чистейшей и холодной даже летом водой и вы у подножья горы. С вершины Пидана открываются потрясающие виды, уходящие вдаль словно волны и тающие в дымке склоны сопок, а в ясную погоду хорошо видно Японское море. По поводу происхождения названия Пидан существует несколько версий. Для придания пущей таинственности вам обязательно поведают, что слово Пидан в переводе с языка Джорджений означает «камни, насыпанные богом». Хотя, естественно, никаких письменных или лингвистических оснований для этого нет. Прочие утверждают, что название Горет дали переселенцы с Украины, и происходит оно от весьма распространенной там фамилии Пидан. Однако, наиболее вероятной считается китайское происхождение этого названия – Пи-большой, Дан-скалы, то есть большие скалы. Скалы и каменные осыпи – это и есть самая большая достопримечательность Пидана. Они покрывают значительную площадь склонов и вершину горы. Огромные каменные глыбы нагромождены друг на друга очень живописно. Здесь и дольмены, простирающиеся на сотни метров стена из как будто искусственно сложенных каменных блоков, и мегалиты самых причудливых форм, в которых обладающие воображением туристы угадывают фигуры людей и животных. И названия этим каменным конструкциям даны соответствующие – могила жреца, страж горы, лестница Пидана, трон царя горы, бахайская лягушка и палец бога. Люди с тонкой душевной организацией утверждают, что Пидан обладает сильной энергетикой. Называют эту гуру магической и мистической, вокруг нее сложилась целая мифология. Тут и инопланетяне, и духи бахайских жрецов, и знаменитый летающий человек. Последнего видят ежегодно в разных обличиях. Все зависит от фантазии очевидцев. То это мужчина в черном, то белокурая женщина с очень бледным лицом в белых одеждах. Неудивительно, что гора как магнит притягивает адептов всевозможных языческих культов, начинающих магов и непризнанных экстрасенсов. Следы их обряда в виде загадочных рисунков и замысловато сложенных камней можно встретить на горе то тут, то там. Впрочем, сходить на Пидан – это обязательная программа каждого приморского туриста. Поэтому встретить здесь людей можно в любой день и при любой погоде в любое время года. И поверьте, оно того стоит. Еще одно из таких мест – визитка находки сопки Брат, сестра и племянник, очень напоминающие пирамиды Древнего Египта. Изначально сопка Брат выполняла только практическую функцию – закрывала золотую долину от туманов и холодных морских ветров, создавая в ней удивительный микроклимат. Но потом верхушку взорвали, и климат изменился в худшую сторону. После этого вокруг сопки появилось множество легенд, и к ней потянулись туристы. Считается, что если у подножья сопки Брат произвести обряд поклонения богам, исполнятся все желания. Есть еще одна легенда, притягивающая сюда любителей всего загадочного. По форме сопки Брат и сестра похожи на египетские пирамиды, поэтому люди верят, что на вершине случаются такие же чудеса, как в Египте. Например, что горы исцеляют все недуги. Также считается, что на вершине сопок можно найти ответы на все вопросы. Сюда поднимаются гадать или медитировать. Едут к сопкам не только любители мистического. Говорят, что в колодцах, которыми изрыты сопки, спрятано огромное количество произведений искусств Джуджени. Их пытались найти многие. Опять же, по легенде, полвека назад в горе Брат, там, где стояла каменная черепаха, японцы вскрыли захоронение и выкопали воина в дорогих доспехах, а также алебастрового коня и много дорогих вещей, которые увезли с собой. Но главного они не нашли – золотых истуканов и золотую богиню. По легенде, эти артефакты все еще остаются там. Приморье – край уникальный, исследовать его можно и нужно, ведь кто знает, сколько еще тайн хранят себе эти места. Продолжение следует...